Рад приветствовать вас, зрители канала Алкофан, меня зовут Пилли Пивиган, и сегодня мы будем говорить про резаное пиво. Наверняка все помнят рекламу Вилкопоповецкого Козела, где цитирую «Если не можешь выбрать между темным и светлым, значит надо резать». Я тогда думал, что резаное пиво – это банальнейший микс темного пива со светлым, мол. Не понимал прикола, зачем пить темное со светлым, если можно пить отдельно темное, отдельно светлое. Но пару лет назад в одном из питерских баров в меню я увидел это самое резаное пиво. Решил поинтересоваться у бармена, мол, в чем прикол, зачем вообще люди берут это, и неужели кому-то нравится. Он сказал, да, это же прикольно, когда пиво ложится послойно. То есть тогда он открыл для меня действительно Америку. Мы долго с ним спорили, я был уверен, что он не сможет пиво налить слоями, он мне доказывал обратное. В итоге мы поспорили на бокал пива, он пиво налил, как и обещал, и самое главное – поделился со мной этим секретом, что в свою очередь я сегодня сделаю с вами. Пиво я взял «Крушовица», но привязываться к этому пиву не стоит. Я это делал и с «Жигулями барными», и со старым «Мельником», нужно просто любое темное и любое светлое пиво. В идеале, конечно, да, надо подобрать пиво так, чтобы разница в плотности у него была, но процента 2-2,5 – это будет практически идеально. У меня же разница всего лишь в полпроцента, то есть у темного пива плотность 9,8, а у светлого 10,3, то есть 0,5%. Но в принципе это не важно, потому что здесь есть маленький такой секретик, и этот маленький секрет играет ключевую роль в приготовлении напитка. То есть пиво, которое будет у нас внизу, да, логически, что это «Крушовица» светлая. Для того, чтобы увеличить его плотность, мы отправляем его в морозилку минут на 10, 15, 20. Это уже зависит от мощности вашей морозильной камеры. С темным же «Крушовицей», которое будет наверху вторым слоем, мы просто ставим его в холодильник на то же время для того, чтобы оно приобрело, ну, просто комфортную для употребления температуру. Ну, мне кажется, это градусов 13-14. Что ж, приступим. Открываем пиво. И, как я уже сказал, первым будет ложиться пиво светлое, так как у него большая плотность. Наливаем мы не так, как обычно, не по краю. Наливаем прямо, не стесняясь, вот так вот сверху. Это нужно для того, чтобы образовалось обильное количество пены. Вообще, сантиметра 3-4 будет достаточно, но чем больше, тем лучше. Чем больше будет пены, тем мягче мы сможем это пиво налить. То есть, вот так, ждем секунд 20-30, для того, чтобы пузырьки СО2 успокоились, иначе они могут нарушить структуру второго слоя, и пиво просто перемешается. Вот, берем темное пиво. И для того, чтобы пиво налилось как можно мягче, нам понадобится простая столовая ложка. Ее мы держим, прислоняем к бокалу, к стенке бокала, и тихонечко, маленькой струйкой льем на эту ложку. Никуда не торопимся. Тихонечко, тихонечко льем. Я начал резко. Но сейчас все хорошо. Можно, наверное, немного перемотать. Думаю, что готово. Можно, конечно, еще подлить немного, Ну вот, смотрите, надеюсь, камера передаст. Возможностей камеры хватит, чтобы передать всю вот эту красоту. Снизу у нас пиво светлое, а сверху у нас пиво темное. Вот, ну, как я считаю, вот пить этот напиток нужно залпом, потому что весь прикол это как раз вот в этой границе. И поэтому нужно выпить где-то 60% напитка большими глотками. Ну, приступим к самому интересному, к дегустации. Ну, самое яркое это то, что вначале ты пьешь едва ли прохладное пиво, и с каждым глотком оно становится все холоднее и холоднее. И сменяется уже тем, что горло начинает драть от холода, потому что светлое пиво у нас, ну, достаточно ледяное. Ну и, конечно, во вкусе, да, есть разница. Вначале ты пьешь такое пиво с такой небольшой сладковатой жженкой, и все постепенно-постепенно переходит к лагеру с хорошей такой горчинкой. Но я до сих пор убежден, что темное пиво со светлым лучше пить раздельно, что это так, все по приколу. Но в качестве эксперимента в компании друзей показать им эту фишку, думаю, будет достойно похвалы и аплодисментов. Надеюсь, выпуск вам понравился. Подписывайтесь на канал AlkaFund, ставьте лайки, пишите комментарии. Ссылка на мой канал будет в описании под видео. Всем пока, до скорых встреч!